В соответствии с поручением главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева продолжается работа по комплексной реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодня у нас в Республике комплексную реабилитацию среди подведомственных учреждений Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия проводят реабилитационные центры в городе Якутске, в городе Нерюнгри, в Нюрбинском, Алёкминском и Амгинском районах. На сегодня уже на 19 апреля 2023 года комплексную реабилитацию в данных учреждениях прошли 82 участника специальной военной операции и 121 член семьи участников специальной военной операции. Для проведения комплексной реабилитации сначала, конечно, проводится оценка, диагностика, состояние здоровья. И уже на основании данной оценки составляется индивидуальная программа реабилитации участника специальной военной операции, либо члена его семьи. Конечно, туда включаются самые основные мероприятия. Это, конечно, социальная реабилитация, а также элементы медицинской реабилитации, социокультурной реабилитации и другие виды. Например, в центре, который находится у нас в городе Якутске, в центре социально-здоровительном для граждан с инвалидностью, для участников специальной военной операции разработаны специальные программы для взрослых. И, соответственно, в рамках данной специальной программы, в рамках комплексной реабилитации, также проводится, кроме, скажем так, традиционных мероприятий, массаж, ЛФК, соответственно, также проводится гидрокинезотерапия, ипотерапия, направленные на улучшение психоэмоционального состояния. И, соответственно, также проводятся выезды в культурные учреждения, в спортивные учреждения. И таким образом оценивается уже состояние после данных мероприятий. Кроме того, в рамках программы комплексной реабилитации также предлагается государственная социальная помощь на основании социального контракта. На сегодня уже 15 членов семьи участников специальной военной операции воспользовались данной помощью, в том числе на преодоление трудной жизненной ситуации. Также в случае необходимости оказывается содействие при обращении в центры занятости населения по республике. И, соответственно, далее уже центры занятости занимаются обучением, дополнительным обучением, вплоть до владения новыми навыками. Соответственно, новыми компетенциями и дальнейшем трудоустройстве. Также у нас на базе республиканского техникума-интерната в городе Якутске для граждан с инвалидностью также проводятся программы, профориентационная работа. И, соответственно, также профессиональное обучение. Самыми востребованными на сегодня являются такие направления, как повар, портной, веб-дизайн. И также сотрудниками центров и управления социальной защитой населения в рамках, опять же, программы комплексной реабилитации проводится информирование, консультирование по мерам социальной поддержки вплоть до предоставления услуг сопровождения. Продолжение следует...